Сынок, мой гнев вызвало не то, что ты угнал, а у кого ты угнал. У кого? Да он никто вообще! Добрый день, меня зовут Рахим Жан Ахмедин. Я хотел бы рассказать свою историю, которая произошла у меня. Такая неприятная история, год и 4 месяца назад. Она связана с таким делом, как... Хочу немножко рассказать по порядку. 2 августа 2021 года ко мне в офис, на мужика Арнал, зашел после 18-20, 18-30, зашел парень, незнакомый вообще абсолютно, зашел и просто ходил по моему офису, не представившись, не постучавшись. Мы задали его два раза вопрос. Парень, что, что-то ищете, что-то искали? Он проигнорировал, не отвечает. И третий вопрос. Парень, давайте выходите отсюда. И сделал замечание. Такого рода надо стучаться. И когда заходишь в чужое помещение, в офис, он уже зашел во второе помещение, в ресторанное, где на шоу лежат уже вещи. После того, как мы это сказали, он начал как-то агрессивно себя вести. Кто ты такой? Как ты со мной разговариваешь? Мы его попросили выйти. Он начал опять там угрожать. Сейчас я вывезу степ. Кто ты как-то разговариваешь? Ну, очень импукт. Кто ты такой? Кто меня выгоняет? Начал что-то в... Ты знаешь, кто я? Ну, без разницы. И начал там такую фразу, что я сейчас степ вывезу. Мы как-то посмотрели, что парень какой-то или накурившийся, или выпивший. Непонятно. После того, как он вышел опять в машину, быстренько снял себе верхнюю одежду, что-то спортивное, куртка такая легкая. И в футболке начал опять что-то там кричать. Подошел уже к двери. И снова там, ты что там? Кто ты такой? В общем, неприятный парень с такими очень неприятными словами. Начал скидываться угрожай. В общем, после того, как мы... Я уже вышел. Говорю, парень, как ты разговариваешь о старшине? Как ты вообще ведешь себя? Он начал меня толкать. Я толкну себя. И в это время нанес удар, при котором я упал. И после этого он сел на меня и наносил ташку удара. Я, в общем, даже не успел среагировать, что там произошло. Что такое? Потом мне мой коллега его отодвинул за спину, скинул с меня. То есть он его взял, оттащил от меня. Я лежу без сознания. Потом мне подняли два человека. Там уже собрались все деваки около моего офиса. Этот парень увидел, что у меня... Ну, я чувствую, что у меня правый глаз не работает. То есть я не вижу правым глазом. Он увидит, что у меня кровь хлистает с щеки. То есть под глазом. И он сел в машину и быстро скрылся. После того, как мы вызвали полицию, приехала патрульная служба. После этого появился оперативный сотрудник в лице Азамата Батимирова. Я скажу, один единственный человек, который более-менее... Я могу сказать спасибо Азаму, он быстро среагировал, сказал, как он выглядит, на чем уехал, на какой машине. Я попросил карандаш, я одним глазом могу его сам нарисовать. То есть он под моим приметом, по номеру автомобиля. Мы как-то его быстро описали. После этого Азама Батимирова дал указание снять, то есть входная группа, у нас есть камера, тоже снять эту камеру. То есть там все равно было видно, как он захотел два раза. С угрозами мы быстро, когда приехала скорая, меня забрало зашивать и проверить томографию, то есть сотрясение мозга. Все вот эти у меня последствия быстренько. После того, как меня забрали в больницу, у меня звонили мои коллеги, то есть два свидетеля. И они как раз говорят, что они сейчас находятся в ВВД города Астаны, город Нур-Султан в то время. И как раз там приехала женщина, мать этого парня. То есть семья приехала, там и девушку приехала, привезли там. Ну в общем парня поймали. Парня поймали и приехал еще и отец. Что интересно, это женщина, которая Кургенова, как я потом узнал, это мать Кургенова-Парасата, то есть моего оппонента. Она начала бросаться, то есть она там кидалась на моих свидетелей. То есть спорила, орала и там, как говорила, у меня связи в прокуратуре, там, что там, вы что там делаете, там. Начала там выступать и довольно очень оперативно с Азаматом Батерем. На следующий день, 3 августа, я с утра поехал в ВВД. Я встретил Азамата Баттимиру, который все четко мне рассказал, какая ситуация была. О том, что женщина пришла, здесь какой скандал сделала. Мать этого парня зовут, потом я узнал. То есть фамилия, что мне выписала постановление Индера Шарипова, капитан полиции, Есейского ВВД. Выписала документы, я по нему посмотрю, как его фамилия зовут. То есть зовут его Кургенов, интересные. Дальше я как-то не придал этому значения, там, о прокуратуре, там, о каких-то связях. Ну, я начал, поехал на экспертизу, в счет УС-44, и сдал все, и деток там, появили экспертизу. В общем, через 2 недели они должны были там, сколько, 20 дней, они должны были дать эту информацию. Последующее. Потом, 12 августа, я уже, ну, в это время нахожусь на лечении, ко мне звонит номер, неизвестного номера, представилась Алия, мать этого парня. Хотела поговорить, но я, конечно, не стал с неадекватными людьми, я чуть с ними буду разговаривать. Поэтому я решил не вести разговор без адвоката. И через полтора недели мне позвонил следователь, сказал, что на вас поступило заявление, что вы там сделали побои, да, этого парня, Кургенова. То есть, получается, не я потерпевший, а я, то есть, агрессор, получается. Все наоборот, перевернули. Ну, я не понял, следователь, который у меня звонил, представился, что он ведет все это сейчас дело. Это Абитаев Алий, там, в нынешнее время, капитан полиции ЕСИСКОВД. И каким-то обвинительным характером я был немножко в шутке. Я говорю, как это? Ну, у вас документ, вот экспертиза, вот, то есть, вот девушка там, свидетель. В общем, все-то как-то непонятно. В общем, я понял, что нужно искать адвоката. И буквально, где-то, в конце августа я нашел адвоката. После того, как мы, я нашел адвоката, адвокат приступил к своей деятельности. Он первого числа, первого сентября сразу же дал ходатайственное предоставление материала дела. Что интересно, мы этот материал и дело только получили через год. Я скажу, почему. Мы никак не могли все это получить. И, что интересно, мы выдали экспертизу. Мы с экспертизой не согласны были. Поэтому, то есть, они хотели, чтобы там легко, легкая степень. Хотя, мы говорили, что там средняя степень тяжести. После того, как мы начали уже как-то работать, то есть, мы подавать ходатайство, подавать мне такие информацию об этом немножко. Ко мне начало, где-то в октябре позвонил Али Абитаев, капитан полиции. Как раз он получил звание, капитан полиции. И сказал, что... То есть, еще восьми утра не было. Он говорит, что я подошел висеть в КРВД и подписал какие-то документы. Я ему сказал, что за документы. Он так и не ответил. То есть, не мог объяснить, что за документы. Подпишите, придите, подпишите. Я его ничего не подписывать не буду без адвоката. И после того, как я уже дождался 9 часов утра, я позвонил адвокату, который категорически мне запретил подписывать какие-то документы или акты, что именно давали полицейские. Это сказал подозрительным. И в обед, в то же дня, он опять позвонил. И вы видите, там, под скриншот, какое время звонил полицейский. В это время он мне говорит, так, если вы не придете, то есть, вы придете. Я говорю, нет, я ничего подписывать не буду. Только с адвокатом я не хочу платить. Я отказался. Он мне говорит, ну, если вы не придете, я тогда сделаю привод вам. Я говорю, что, я так не понял, что такое привод вначале. Он мне сказал, принудительно. Я говорю, принудительно. Я говорю, нет, дайте повестку или какой-то документ. Мы придем с адвокатом к вам после этого только. А так, мы ни в коем случае не будем ваши непонятные указания действовать. После того, как мы до Нового года подавали на представительный суд на экспертизу, то есть мы согласны с решением экспертизы, мы начали действовать. Мы так и просили Абитайву дать на документы, то есть до Нового года он нам не дал документы. Потом, вы все знаете, случился Кантар. После Кантара, пока мы собрались с мыслями, и в то же 2 марта мы снова звоним нашему следователю, участвовал как над основателем, как опять Абитайву Алия о том предоставлении нам материал дела. Покажите, мы не можем... Соответственно, он говорил, приходите завтра, приходите вечером, приходите в 4. То есть, в общем, проигнорировали наши все действия. Мы его никак... То есть, потом в конце сказали, что дело передали другим. Ну, мы как-то встали, думая, что делать дальше. Мой адвокат говорит, давайте мы его напишем жалобу. Он написал ей вот эту жалобу. Потом он написал уже министр внутренних дел, Мухамеджанову. Вот такую ситуацию я писал, что... Столько у нас игнорирует полиция и сейского рога УВД, игнорирует наши ходатайства, наши жалобы. Пожалуйста, примите меры. Надо разобраться с этим. Всю ситуацию описывает такую. И какое-то время... После того, как мы заверем полное дело, две недели была тишина, и мы приступили уже второй адвокат. Что интересно, к этому делу мы дали сразу какой-то тайс, это нам материал, доставление материала делок. И там назначили уже, как я скажу, могу сказать, уже третьего следователя, Урасу Исимханову. Потом, оказывается, передали уже другому следователю, Жар-Абхаз Ибрагимову. Вот про него я расскажу немножко отдельно. Жар-Абхаз Ибрагимов, старший лейтенант, по-моему, там, в этом и сейском ВВД, мы к нему обращаемся с ходатайством на предоставление материала дела. То есть, после этого Али Абитаева, соответственно, мы хотели материал дела поучить. При этом мы написали ходатайство, он наше ходатайство как-то так проигнорировал. Потом мы написали жалобу, и после этого он предоставил материал дела, но частично. То есть, ну что он сделал? Мы это указывали потом в прокуратуру, жалобу пишем. То есть, мы и делом показывали, а вот Куригенова, просто это таки нет. Потом мы пишем опять жалобу. Жалобу написали в прокуратуру. После этого он нам уже предоставил полностью материал дела. Что выясняется? Что не хватает в этом материале дела? В материале дела нет видеоматериала. Там нет акта. Кто принял это видео? То есть, как будто его вообще не было. То есть, это фотография этого парня. Почему я нарисовал? Это его искусство, его лица. Потому что нет фотографии. Его почистили. То есть, получается, исчезло в полиции. То есть, в здании полиции. Второе. Исчезло, а нет медэкспертизы. Мы хотим посмотреть, какие именно, как он уже написал на меня заявление. То есть, якобы там, медэкспертизы не было в материале дела. И сразу мой адвокат пишет жалобу на прокуратуру Российского района о том, что отсутствует и частично скрывает и следователь Жарухас Ибрагимов вот эти данные. Он не знает где, он говорит, что у меня так далее. То есть, мы просим, кто как подписывал антоприемки. Никто не знает. В общем, они... Ну, мы уже поняли, что здесь уже самое интересное будет впереди. Мы все поняли. Материалы дела. То есть, мой адвокат говорит, о фальсификации. То есть, вот что тогда писали заявление на меня, то есть, Ахмедия Архимжана, почему там придумали, тянули целый год с материалом делом. Только сейчас мы получили. То есть, с трудом получили эти материалы дела. Потом самое интересное. И в это время дают указания уже 30-го числа, 30-го июня 2022 года с прокуратурой, заместитель прокурора, Бакео Факаса в это время дают указания проверить все, то есть, сделать опрос, сделать опрос свидетелей, Куригенова, эту девушку опросили. Там и свидетель, у меня еще третий свидетель появился. То есть, я говорю, давайте мы опросите. Джахас Ибрагимову мы даем хадатайство, пишем, то есть, он это нам отказывает все, то есть, он не дает разрешения опросить Куригенова, не девушку, вообще все. И такую фразу сказал, что я это дело буду закрывать. То есть, там, бесперспективно, как они называют это. А почему закрывать? Ну, указаний с прокуратурой не было. То есть, вот эта фраза как-то у нас с адвокатом немножко подозрительная фраза, молодого лейтенанта, нам, конечно, немножко мы подумали, очень подозрительная. Но дальше, чтобы, я не буду рассказывать, как там, много таких мелочей, но конкретно, что, мажор Акадзе Ибрагимову пишет на него прокуратуру на действия этого следователя, жалобы, не одну жалобу писали. И поэтому, после того, как мы уже нам, то есть, прокуратуру игнорируют действийского УВД, на наши уже, то есть, они вообще не смотрят, то есть, они не контролируют, то есть, просто этот наглый следователь не делает свою работу, то есть, не хочет, не опрашивать, почему, он говорит, все, я закрываю. И дошли до августа, то есть, два месяца дает судебное расследование, то через два месяца он закрывает дело, 2 августа, почему-то интересно, 2 августа, 1 августа, закрывает дело. Мы подаем опять жалобы, то есть, мы обжалуем это решение, уже даем, уже мы все инстанции прошли, то есть, районную прокуратуру, то есть, кто это делает, кто закрыл районную прокуратуру, это Абдиров, прокурор Исейского УВД, он закрывает это дело, то есть, игнорирует все наши, вот эти жалобы, хадатайства, все просто у нас нету, у нас нету, то есть статус адвоката для него нет, для него гражданское лицо нет, то есть он закрывает молча, все это закрывает. После того, как мы уже прошли все институты, мы дошли до генеральной прокуратуры, городскую, они решили не согласиться с районной прокуратуры, но мы не стали там сложить руки, то есть мы начали дальше бороться, мы не стали там... После того, как я немножко расскажу, что я сделал, но я понял, что надо уже формировать это видео, я уже месяцев 3-4 назад уже понял, что надо рассказать эту историю, потому что тут здесь очень интересная ситуация, она, наверное, где-то похожа с кем-то, и какие-то периоды, чтобы можно было быстро разобраться. И я нашел один такой существенный характер, то есть я пошел, спросил у биогрупп наших манегеров о том, сколько хранится видео, кто ее можно забирать, и, соответственно, я записал видео, потом я зашел к соседке, которая, моя соседка, которая все слышала видео, и записал тоже видео, это вы можете увидеть. Материалы, которые в Варнау-8, все это изымает, имеет только законодательный орган, в виде участкового. Они изымают, когда примерно как что-то происходит, они изымают сами. То есть это кто? Участковый. Участковый. Либо в зависимости от того, что это. Оперативный, то есть кто-то сотрудник правоарных неодов, МВД, да? То есть кто-то из них изымают. То есть органы, да. Либо это гаишники, либо это участковые. То есть один изымают. Только они делают, да, они приходят, они запрос делают, изымают. Ну, в данный момент просто... Вот она, да? Вот она стоит, она сорвалась с крючков вот этого, и улетела. А, до сих пор суппайли, вы прям на ней. Потом я думаю, блин, как он этот мужик, это думаю, не ударился об этом. Она стояла вот здесь вот у вас. Да, да, здесь стоял. Вы вышли вот сюда, он когда вас ударил, вот этот мусор, конечно, разлетелось, и вы упали туда, внутрь. Понимаете, да? А, я же видела, как вы упали. Этот человек, вы когда упали, короче говоря, вы начали подниматься, он еще раз хотел, тут уже мужики начали его задерживать. Я даже не видела, чтобы вы его ударили. Вот то, чтобы вы его ударили, толкнули, этого я точно не видела. Но я видела удар, то, что вы его ударили. Потом он побежал, короче, начали тут раздражать. Я уже вызвала. Я говорю, вы что это самое, вы что, да? Он же, он еще хотел дальше, хотя видел, что вы уже упали, люди вас поднимают, да, он еще хотел. Хорошо, эти мужики его остановили. И потом я же закричала, говорю, я сейчас вызову милицию, что это такое? Он побежал тогда быстро в машину, сел и уехал. Все, вот это все. Что интересно, она рассказывает, то есть, вот эту ситуацию, но она с машины не выходит его. То есть, она говорит, что он только полчаса тому назад познакомилась, и у нее не совпадают еще вот временные, то есть, она говорит, что 18 минут вышло, а у нее у нас появились 18, 20, 18, 30. То есть, как она за 20 минут через пол, другой край города во время пробок, в понедельник, после 6, они как там летят, как они президентские карты, что ли, я не знаю. В общем, они там появляются у меня, должны появиться где-то 18, 50, 18, 40, да, так появились. А если так посчитать, я посмотрел, даже в путничные дни, там, не в самый пик, 18 минут, 18 минут доехать, то есть, мне так надо 40 минут, чтобы за это время оказаться в моем районе, в моем офисе. В общем, очень много несовпадений, противоречий у этой девушки. Мы это указываем, то есть, мы говорим, что в жалобах, то есть, мы пишем, говорю, почему они не проверяют, почему у девушки есть противоречия. И Байгелов указывают заместитель прокурора района и сели, что здесь не совпадает, есть противоречия, показания этой девушки, и то, и они это все не смотрят, просто закрывают дело. То есть, они его даже не видят. Сидя в кабинете, они называют бесперспективное дело. Девушка очень странная, в общем. И он холостая, и она холостая. Сейчас, конечно, я думаю, не встречается, где-то они там гуляют, но, видимо, какая-то у них там есть связь. Я говорю о том, что они до этого были знакомы. То есть, они не познакомились с очень странным ее поведением. Но самое главное, они, парень-то грозился, грозил там своими, там, я сейчас покажу, я сейчас это, то есть, вот это все. Я давно такого не слышал, с конца 90-х. Я сейчас покажу, я это, ну, в смысле, что он там, покажет свою силу, покажет свое влияние. И в итоге, с всей этой эпопеей, вот этого все преодоления, с полицией и с прокуратуры, этот парень просто избежал уголовного дела, его, грубо говоря, отмазали. И после того, как этот парень уже ходит по нашему городу, то есть, если он попадется, ну, не думайте, что у вас все будет нормально, его просто опять же отмажут. И после того, как, ну, самое главное, почему у нас все не получается, почему у нас волокит эти в течение вот этого года и четырех месяцев, почему у нас это происходит, я скажу еще после, такие небольшие моменты, потому что вы поймете все это дело, почему оно волокит. Самое главное, это человек кто? Это человек Кургенов, когда мы получили достоверный документ, подтверждающий, что у него есть отец, который, я помню, я помню, вначале говорил, связями, мать грозила там, связями прокуратуры, оказывается, отец у него председатель ветеранов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, это Кургенов Шасарава, ну, то есть, если посмотреть, Кургенов, Парасат Шасарава, отчество, да, это его сын, и вот они его, полиция и прокуратура оберегают этого мальчика от всех, то есть, он безнаказанно ездит, он безнаказанно, то есть, он, как мой первый адвокат говорил, что бывший оперативный сотрудник полиции, ну, то есть, он с бывшей святой, он сказал что-нибудь такую вещь, за ним подчищают, то есть, у него все признаки вот этого преступника, который исчезает, то есть, за ним подчищают, и в этот раз за ним подчищают, я скажу, почему, как подчищают. Ну, отец, понятно, да, там, мать, понятно, да, сейчас они очень такие социальные, они сейчас ходят очень много там в интернете, их они начали выходить. А политично рассуждаешь, а политично рассуждаешь, клянусь, честное слово, не понимаешь политической ситуации. Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь, честное слово. 25 баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу. А ты не путай свою личную шерсть с государственной. И кратко, после того, как ей вся эта ситуация напоминает очень смешное кино, и вот почему я скажу, после уголовного дела, уголовного, когда дело закрывают, она идет автоматом, переходит в административный суд. И вот месяц она лежала, вот эта папка материал дела лежала, опять мы вернулись опять в Тайване. Это следователь, который ввел до этого дела, который странно ввел это дело, не знаю, при нем или пропали материалы дела, что там не хватает. И он придет, удержал у себя эту папку месяц, потом и сегодня, он говорит, все, сроки закончились, все это дело уже не будет. Мы даем, будем писать жалобу, мы будем выяснять, кто специально это сделал. И он после этого вывел постановление, при том постановлении он до сих пор делает неделю. То есть он говорил, что он отнес в судебный орган, то есть административный суд, а административный суд, мы смотрим на сайте, а этого дела еще не зарегистрировали. Мы начинаем выяснять, почему это дело не регистрируется. В общем, очень странно с этим Кургеном, то есть у него там дела пропадают. Потом оказывается дело, оказывается, кто-то, они в субботу возвращают кому-то это дело и не говорят. То есть он скрывает все, какие-то там переговоры у него внутри, мой адвокат там разбирается и там о ней все шишукается и точно не говорит. Ну, адвокат мне не стал спорить, он сразу пишет жалобу Генеральную прокуратуру, при которой ответы мы до сих пор не получили. Но самое главное, мы услышали эти действия от того такого характера, что вечером позвонил следователь обитая фалия и сказал, что он там ни при чем, что там так и так. То есть он от себя очень много так вины хочет и как бы сказать, что он там. Причем, в общем, сколько таких там фраз. В общем, крокодильный все это. Понимаете, после того, что он сказал привод, сейчас мне особо не верится. Вот два персонажа, это Жарахас Ибрагимов следователь, да, и этот Питаев Алей. Я думал, он хороший полицейский, как себя так вот с нами разговаривал, а потом оказался вот такой человек. В общем, в конце концов, в какой-то суде что-то непонятное происходит. Мы очень с интересом ждем. Пришла смс, скажет, что там будет вести административный суд. То есть нарушения какие-то в суде самом, да, происходят. Мы это пишем, делаем прокатуру нарушения. И у нас, получается, будет в 10 часов судья Буркитпаева. Интересно, что она там вынесет и на каком влиянии она вынесет. Мы посмотрим, будет ли это справедливое решение или нет. То есть это вот ситуация, почему я рассказывал. Буквально я вот вчера услышал, до этого времени, если вы заметите, у Абитая Вали на картинке очень интересное доверие народа, силы полиции. В общем, это такой девиз. И буквально на днях, буквально вчера я почитал одну заметку в Телеграме о том, что девушка так как же попала в Чингенте, до этого попал гид с Турагали. То есть до этого еще какие-то, только ситуаций таких много. Это мне самое такое обидное, что какая-то была возможность у меня нанять адвоката. Повезло с хорошими адвокатами. Я очень с ним благодарен. Они отличные специалисты. Но самое главное, вот их статус, они не... То есть для них ничто, для следовать адвокат, никакой реакции нет. Для прокурора особенно. После того, как... Я вот хочу обращаясь к людям, которые есть возможности, нету возможности, то есть нанять адвоката. То есть есть люди, которые на дальнем начале ситуации, когда что-то происходит, они не могут оказать ничего. Таких людей много. Я представляю, что это творится в этом столичном, в этой, да? А что творится в регионах, я вообще молчу, и там ситуация плачевная. У меня нету эмоций. Почему? В общем, потому что я уже все как бы пережу, у меня нормально. И я сейчас чувствую, что это такая... Со стороны посмотришь какое-то кино, которое... Вроде бы ты не участвуешь, да? А в Фейсбуке можешь почитать про эту историю. На самом деле эта история производится с тобой. Я обращаюсь к министру, у меня вот к вам обращение. Мы первый раз к вам обращали. Было какое-то действие, да? Благодаря нашему письму вы заметили, ваш инцидент заметил в этом вопросе. Это действие пошло, завели бы. Но ее с нарушением это дело закрыли. И нас не слушали, то есть ни наши не читали. То есть я, в принципе, еще раз обращаюсь. Матхамеджанов. Матхамеджанов, пожалуйста, разберитесь, что там творится в Есейском РУВД. Вот честно, разберитесь, пожалуйста. Там это... Ну, как можно... Я простой гражданин, да? И сталкиваюсь с этим. Не... Ну, в жизни такое прямо происходит. Я вообще смеюсь над этим. И мне как бы с моим адвокатом в шоке общаются. Мы первый адвокат в шоке. И второй адвокат. Очень такие опытные адвокаты. Они в таком жизни встречали. Но они говорят, мы настолько смотрим на это, очень шокировано, что мы даже слов нету. Там ни плохих, ни хороших. И обращаюсь к генеральному прокурору Республики Казахстана. Особую. Пожалуйста, разберитесь. Что-то происходит в этом учреждении. То есть прокуратура Есейского района. Что там? Почему с такими нарушениями они выписывают? То есть не контролируют нас. То есть не контролируют следователи. То есть выписывают. Единственное, Багеев все правильно пишет. А вот объем почему-то это закрывает все закрытыми глазами. Не реагируют на наши жалобы. Я бы хотел сказать на нарушение полицейских. Я бы хотел сказать еще, что сейчас очень много информации. Я не хотел бы это говорить, но многое там многое справедливо в Казахстане. Но я бы процитировал слова Сэрма Айтковова, редактора интернет-издания Arbat Media. Что называется избирательная справедливость. То есть избирательная справедливость. Если у этого парня очень крутые папа, прокурор. Даже если вы знаете, больше прокуроров нет. И он спокойно себя, что хочет, то и делает. То есть он может там, безнаказанное такое влияние. То есть даже я на 10 лет старше, он уже бросается на таких людей, которые я у себя сидел в офисе, никого не трогал. Просто сидел в офисе, он заканчивается рабочий день. Я дай классу видеть свою дочь. Вечером ужин, покушай. А в результате этот парень пришел и начал диртовать свои условия. От того, что он тут здесь, что хочет, то и делай. Я считаю это неправильным. Я надеюсь на справедливое решение. И я думаю, чтобы это такой кейс был для людей, которые... У меня очень многие говорили, что добросай это дело. Зачем тебе связаться с прокурором? Я говорю, нет, мы будем идти до конца. Я бы хотел сказать, единственное, есть люди, которые мне помогают. И друзья, которые никогда четко говорят. Есть люди, которые попадали в такие ситуации. С ними тоже. Я с бывшими, которые работают в прокуратуре, разговариваю. Они говорят, это беспредел. То есть бывшими сотрудниками, бывшими полицейскими, даже с адвокатами. Я сконсультировался. И они видят, говорят, это беспредел. То есть они... Как можно так делать? То есть если так делается, значит, им кто-то разрешает. А вот между отцом и Куригеном, и вот этим Абитая Мали, и Жаратаси Брэнгер какие-то есть люди, которые им очень хорошо помогают. Я думаю, они... Мы как бы догадываемся, кто это. У нас пока нет таких доказательств. Я думаю, это же когда-нибудь выйдет наружу. Я думаю, этот парень, который Куриген Парасат, он столько попил кровью у людей. То есть не только своих родителей, да, там, ну и мою семью. Вот эти даже полицейские за него, которые там, как бы, в его сторону за него ушли, как бы, поддерживали, да, и помогали ему. То есть у полицейских было нейтральной ситуации. И также прокуратуры, которые... Они оказались как бы в той стороне, на темной стороне, которую, я думаю, в жизни потом им... Они все равно это проявят, никуда это не денется. Ну, все, у меня таких сильных претензий до этого случая не было. Полиция, прокуратура. Я посмотрел, как это все происходит. И для меня это все уже на таком уровне. Я думаю, почему молодежь у нас уезжает с Казахстана? За справедливость, не только за то, что там... Потому что, если законы не соблюдаются, каждый человек может там, там, издеваться. Хорошо, что мне вот кто-то сказал, хорошо, что тебе он не там, не покалечил, там, инвалидом не сделал или просто не убил. Хотя чем-то он наносил, железным, который мне порвал щеку. И я был вынужден обращаться уже к хирургам хорошим, чтобы меня что-то подправить там нужно. Потому что я уже и к глазному хирургу, я боялся, что потеряю глаз. Частичное зрение вернулось, слава Богу. Я думаю, последствия, которые недавно тоже хороший бывший судья очень четко сказала. О том, что эти последствия, то есть травмы мозга, то есть то, что с вами произошло, это все сразу не выявляется. Это через 20 лет, где все будет выявляться. В старости или что, то есть все эти последствия все равно вылазивают. Поэтому вот у меня все. Не хотел бы много тратить времени для большого времени. Поэтому быстренько я хотел рассказать, кратко. Сного колена, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями, присоединяясь к словам антибиотика. Пусть наша дружба будет бескорыстной. Мы сделали поступки просто так. Так как мы, братва, грубо говоря, банда процветания Казахстана и нашим семьям. Ура, товарищи! Ура! Эту страну погубит коррупция. Всего доброго, сэр. Ура. Юлия. Ура. Ура. При وuc attainстану. Т 하 hablar. Это высказки на послан 57 от 6 под 갔 mont похож на сela вcriptанском. До Fac�� nuevo plo. Продолжение следует число видео. Ура. Освежков в четверти и пукер.